О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг Александр Сергеевич Пушкин. Продолжение следует... 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 как выглядели дома и хозяйственные постройки, как выглядела сама усадьба. Это всё надо было начинать с Азов. И вот первые предвоенные годы – это и есть работа, начавшая с Азов и принесшая первые свои результаты в виде тех открытий, которые важны были археологам. А когда вы пришли в Новгород? Я пришёл в Новгород в 1947 году, сразу после первого курса. Тогда в 1947 году впервые после войны были возобновлены работы университетами Академии наук. И вот первая моя практика там была. 1947 и 1948 год – это уже больший разворот работ. Город ведь тогда был разрушен совершенно в ходе войны. Он весь был в руинах, и работы начались на Ярославовом дворище. Это древний форум Новгород-республиканский, там собирались вечи в этом месте. И были попытки найти вечевую площадь. Но вот в 1951 году, когда они были перенесены в обычный жилой район, древний жилой район города, в Неревский конец, тогда и были открыты первые берестяные грамоты. Первые 10 берестяных грамотов, значит, сегодня их больше 600. За прошедшее время очень, как и урожая их, возрос этих документов. Так в чём значение этих берестяных грамот? Что они дали нам нового? О чём они рассказали такого, чего мы не знали раньше? Я бы назвал две очень важные вещи, связанные с ними. Первая – это вот какая. Долгое время полагали, что главный фонд письменных источников по нашей средневековой истории исчерпан полностью. И историки обречены на то, чтобы в течение всех последующих столетий, изучая наши древности, возвращаться к одним и тем же фактам, по-разному объясняя и споря между собой, и находя истину в том материале, который нам задан. Рукописи? Летописи? Нет, нет, нет. Летописи, актовые материалы, ну, письменные источники разнообразные, но, тем не менее, значит, вот их количество ограничено. И вот найденные берестяные грамоты – это письма, в основном, которые написаны были одними горожанами, другими, или жителями сельской местности в городе, таких документов много. Эти документы отражают повседневную жизнь, повседневный быт вот этих средневековых горожан. То есть в них записаны такие вещи, которые никак не могли попасть в другие источники. Это непосредственное общение людей друг с другом. И мы стали участниками этого общения. А поскольку фонд «Берестяный грамот» по существу беспределен, вот сейчас мы, зная характеристики культурного слоя Новгорода в разных его районах, смогли подсчитать, а сколько же осталось еще не открытыми этих документов. И оказывается, что при самых скромных подсчетах свыше 20 тысяч берестяных писем до сих пор лежат в Новгородской почве, дожидаясь часа своего открытия. Значит, можно представить себе положение историка, скажем, работающего в 21-22 веке, который будет располагать этим источником как, наверное, основной возможностью изучения прошлого. А до вас никто о них не знал? Видите ли, какая вещь. В древних документах встречались кое-какие упоминания о том, что на Бересте писали. Есть такие свидетельства 14 века, даже книги писали на Бересте. Но ведь мы-то всегда думали, что эти письма и эти книги писали с чернилами, а если береста сохраняется во влажной почве Новгорода, то уж от чернил-то никакого остатка там быть не может. Но оказалось, когда была найдена первая грамота, выяснилось, что их писали не чернилами, а выдавливали вот этими... С силосами. Да, с силосами, вот этими остриями писала, их назвали в Древней Руси, выдавливали на поверхности березовой коры эти буквы, и они великолепно сохранились до нас, обнадеживая нас, давая перспективы наших новых открытий. Это первое. Как клинопись. Да, правильно. А вторая важная деталь, в них заключённая, состоит вот в чём. До открытия берестяных грамот, исследуя древности средневекового города, ну, в частности Новгорода, ведь мы не имели возможности представить себе фигуру древнего новгородца, иначе как вот в виде таком среднестатистическом. Вот мы, изучая инструменты ремесленника и сырьё его, и вот те предметы, которые он изготовил, могли сравнивать, судить о том, как высоко было его мастерство, значит, каким был его жизненный уровень по остаткам его построек, значит, по тем бытовым вещам, которые при нём найдены. Мы могли судить о такой среднестатистической фигуре купца, допустим, или боярина, но мы не могли назвать их по имени. А историки, которые исследовали летописи, они в основном имели дело с этими личностями, но это были в основном князья, значит, бояре, высшие церковные деятели, высшие иерархи. Простой человек на страницах летописи очень часто, очень редко был назван по имени. В этом смысле археология гораздо демократичнее истории. Выходит, что так. И вот сейчас, когда эти берестные грамоты стали находиться одна за другой, мы получаем сведения не только об именах людей, которые написали или получили эти письма, но и вникаем в строй их мысли, проникаемся их радостями, заботами, огорчениями и так далее. Перед нами ожил древний человек. Поклон от Семёна невестке моей. Если не вспомнишь, то знай, солд у тебя ржаной есть, лежит в подклете. Да когда будешь печь, лишнего не расходуй, чтоб потом не оставалось. От гордея к отцу и матери, продавши двор, идите сюда, дешев здесь хлеб. Как придет вся грамота, пришли мне человека на жребце, у меня здесь дел много, да пришли сорочку, сорочку забыл. Купи мне ткань хорошую, а деньги я дала Давыду Прибышу, ты привези сам. Грамота номер 605. Это последняя, вот сейчас, сегодня, надеюсь, что в том месяце, который предстоит, в месяц этих работ наших, этого года, еще будут берестыные грамоты. Но вот сегодня пока 605 и последняя. Прекрасный документ. Во-первых, он написан великолепным почерком. Во-вторых, сама фактура бересты, значит, так хороша, так прекрасно выделяются строки, что даже эстетическое наслаждение испытываешь, глядя только на нее. И вот ее текст. Я буду читать и попутно переводить его. «Поклонение от Ефрема к брату моему Исихия». И Ефрем и Исихия – это монашеские имена. Значит, один монах пишет другому. Как будет дальше видно, это очень грамотный, книжный человек, он прекрасно владеет литературным языком. «Не расспрошав, разгневайся». Вот ты не расспросил, а гневаешься. «Меня Игумен не пустил, а я прошался. Меня не отпустил Игумен, а я отпрашивался у него. Но послал с Асафом, еще одно монашеское имя Асаф, но послал с Асафом к посаднику, меду деля. То есть послал меня вместе с Асафом к посаднику за медом. А пришла Есве Али звонили. А пришли мы с Асафом от посадни, когда звонили, ну, может быть, к обедни или к трапезе, в этих случаях звонить должны были. Чемуся гневаешься? Зачем гневаешься? А я всегда у тебя. Я всегда твой, я всегда при тебе. А ссором ми оже ми лихо молвляше. А мне обидно, мне оскорбительно, что ты обо мне так плохо говоришь. Поклоняюйте себе, братче мой, кланяюсь тебе, братец мой. И дальше он добавляет последняя строка. То си хотя молви, ты еси мой, а я твой. Ты бы вместо того, чтобы бронить меня, сказал бы, ты мой, а я твой. Вот. Незаслуженный укор какой-то. Ефрем должен был побывать у Исухи, какой-то, или Исихи, правильнее, в какой-то назначенный им час. Он в этот час не пришел, получил гневное письмо от него, что же ты не пришел ко мне. И объясняет, вот я не пришел, потому что меня игумен не пустил. Меня он к посаднику отправил за медом. Напрасно ты гневаешься. Я к тебе прекрасно отношусь и не заслужил от твоих упреков. Лучше бы ты, сказал бы, вместо брани своей, что вот я твой, а ты мой. Это больше всего похоже на переписку учителя с учеником. Тут понятна ревность учителя к невнимательству ученика, и вот эта горькая обида ученика на несправедливые упреки учителя. Это берестяная грамота совершенно нового жанра. Все нам раньше встречались деловые записки, все касалось, понимаете, такой конкретики бытовой, экономической, значит, хозяйственной жизни или даже политической, события политической истории. А здесь вот такая переписка о вещах, которые понятны им больше, чем нам, и в то же время через это письмо отражен эмоциональный мир вот этих двух людей, которые живут, так сказать, своими чувствами, обидами, обидами на оскорбление, ревностью за необязательность и так далее. Так что документ совершенно великолепный, большой документ первой половины XIX века. Ведь от этого времени к нам дошло очень мало текстов оригинальных, вот написанных тогда же и в летописях, и в других документах мы чаще всего имеем дело с перепиской древнего текста уже в позднейшее время, в XIV, XV или XVI веке, когда менялся и стиль применительно к новой орфографии и стилистике, вот, а здесь вот такое замечательное оригинальное письмо. Наличие тех же грамот указывает на очень широкую распространенность грамотности. И это тоже. Причем, самое поразительное вот в чем здесь заключается, на что вот мне очень... Когда-то же обращалось внимание на то, что московские цари не умели расписываться, а здесь выходит, что простолюдины могли писать грамот. Так вот, вот в этой связи, на что я хочу обратить внимание-то. Ведь, вот если бы меня спросили, почему в Новгороде свыше 600 грамот, а, скажем, в других городах, их, ну, в Смоленске, скажем, их только 10, в Скове их только 4, вот, почему, значит, их так мало, в Витебске там только одна, значит, найдена грамота. Плохо искали, может быть? Да. Проще всего так ответить. В Новгороде большие работы, постоянное внимание к раскопкам, а вот там, значит, эпизодические работы, и пройдет время, там развернутся столь же масштабные исследования, и тогда их будет столько, сколько много. Нет. Я думаю, что этого не будет, потому что для того, чтобы грамот было много, необходимы условия, а специфические условия, которые требуют вот этого массового писания писем. А эти условия заключаются как раз в том, о чем вот я уже немножко сказал. Вот землевладелец новгородский, был ли он боярином или средней руки, так сказать, феодалом, он жил в Новгороде. Он стремился жить в Новгороде, потому что он участвовал в калейдоскопе вот этой политической борьбы. Столичной жизни. Не только столичной жизни, но ведь если каждый год выбирали посадника, каждый год выбирали Тысяцкого, то каждый боярин имел шансы быть избранным. Да. И он стремился вот туда, в Новгород, чтобы не упустить своего-то. Да. Вот, если бы он поселился в каком-то замке за пределами Новгорода, он был бы вырван бы из этой вот политической игры, ну вот, и он массу шансов потерял бы для своей политической карьеры. Ну вот. А землевладение его находилось за пределами Новгорода, на расстоянии сотен километров иногда. И вот это разделение, разделение, да, землевладельца и объект его владения, оно требовало постоянной связи между собой, а связь могла быть только при помощи письма. И поэтому в берестяных грамотах мы очень часто видим имена крестьян, они написаны от крестьян, крестьянские жалобы, крестьянские челобития или распоряжения, адресованные крестьянам, касающиеся Сева, которые тоже были грамотными. Так вот, эта грамотность не только городского, но и сельского населения, это, конечно, поразительное открытие, о котором раньше мы и думать даже не могли, что такое было в XII, XIII или XIV веке. Вот мне бы хотелось, может быть, воспользовавшись беседой с Валентином Лавреновичем, постараться все-таки охватить вот масштаб во времени и пространстве Великого Новгорода, Великого Новгорода. Как мы видим его в размерах европейской истории? Понимаю ваш вопрос. И... Я хотел бы обратить внимание на то, что мы привыкли... Мировой историей, я бы даже так сказал. Так. Мы привыкли к тому, что как-то очень реально представляем себе, ну, скажем, могущество французских или английских средневековых королей или германских императоров, а когда речь заходит, ну, скажем, о новгородском посаднике, то эта фигура нам кажется, ну, такой не в коей мере несопоставимый по своему масштабу вот с тем, что мы знаем в Западной Европе. Ну, вот. Мне кажется, это не совсем так. Неправильно вот так представлять себе того же... Тем более нам. Тем более нам, да. Ведь в чем отличие Новгорода, ну, скажем, от Англии того же периода? Новгород — это громадная территория нашего севера. Это не только территории современной Ленинградской и Новгородской областей, но вот это и Карелия, это и Кольский полуостров, это и Печора, и Двина, естественно, и не только до Урала, но и за Урал, потому что области Ханты и Манси, Нижняя Обь, вот это тоже область, которая подлежала Новгороду. Там, где сейчас добывают нефть. Вот там, где добывают нефть, Новгородцы-то ее не добывали, но они оттуда в основном Кушнину везли из этих мест. Это и Вятка, вот это громадная территория, которая покрывает собой несколько европейских королевств, вот положить их на карту, и они все уместятся на той площади, которую занимает Новгородская республика. И могущество новгородского посадника было, на мой взгляд, равновеликим, могущество вот этих монархов средневекового Запада. Другое было, на что нужно обратить внимание, хронологически пределы власти посадника были ограничены, потому что его избирали каждый год, на год человек приходил к этой власти, к этому могуществу, но от этого могущества не уменьшалось. Могущество республики. Могущество республики, могущество государства новгородского. Это масштабы внутри русские, но можно ведь говорить и о масштабах, связанных с дальними связями Новгорода. Каждый год раскопок совершенствует наше представление о самой системе торговых и культурных связей Новгорода с другими областями Руси и с другими странами Европы и Азии. Ну вот, приведу скажем такой пример. Несколько лет тому назад в Новгороде был найден очень большой слиток свинца в 10 пудов весом, значит около 150 килограмм. Когда он был отмыт, то на нем были обнаружены кремы польского короля Казимира Великого, это XIV век. Когда произвели металлографическое исследование, то оказалось, что этот свинец выплавлен из полиметаллических руд Кракова, под Краковом он найден. Когда исследовали вес этого слитка, то оказалось, что он полностью соответствует тем нормам, которые были приняты в торговле Польши с газой. Мы раньше знали, что свинец в Новгород везли из Англии, из Венгрии, вот эти месторождения были знамениты, а о том, что из Польши поступал к нам свинец, мы не знали, теперь мы это знаем. Другой пример, деревянные гребни, очень прочные, не нуждающиеся ни в какой реставрации, консервации после того, как они найдены, они великолепно сохраняются просто на воздухе, могут быть положены в витрину сразу после их открытия и отмывки. Так вот, мы заинтересовались прочностью древесины, в чем дело? Оказывается, что такие гребни сделаны из самшита, а самшит растет в Талыше, значит, на берегах Каспии Южного, там на границе с Ираном, и вот оттуда везли древесину для того, чтобы здесь, на месте, в Новгороде, сделать из нее такой простенький предмет, как гребешок для расчесывания волос. Или вот совершенно один поразительный пример, который тоже более реально позволяет нам представить картину самих представлений, что ли, новгородцев о мире. Очень часто у нас находились вставки для перстней, не очень, такие невзрачные хрусталики, склеенные из двух половинок, в них подложено для блеска что-то по месту этой проклейки, и были исследованы они, из чего они сделаны, чем они склеены. Оказалось, что это горный хрусталь мадагаскарского происхождения, клей это шелак, который на островах Индийского океана добывается. Конечно, это не прямые связи Новгорода с бассейном Индийского океана, в том числе и с Мадагаскаром, но вот это опосредственно через Западную Европу связи, но вот так далеко простирались эти пути торговли, так они смыкались вернее с путями мировой торговли, и так они Новгород помещали в систему вот этой мировой экономики, мировых связей, что мне представляется крайне интересным. Я не говорю уже о различного рода вещах, связанных с культурными влияниями. Вот была найдена в Новгороде рукоятка ножа великолепной парижской работы XIV века, на ней изображен штурм замка любви рыцарями. У них вместо мечей ветви цветов они штурмуют этот замок любви на конях. Или была найдена великолепная камея итальянской работы XIII века с изображением богоматери, очень хорошей художественной работы. И вот такие вещи, которые говорят об обмене культурными явлениями, культурными достижениями, они тоже почти каждый год у нас так или иначе проявляются в раскопках. Но как бы вы сравнивали вот Новгородскую республику с феодальными республиками, мы положим, северо Италии, Флоренции, Венеции, или того же Дубровника, Рагуза? Здесь много сходного и есть определенные различия. Но сначала о сходстве. Вот такая интересная вещь. На монетах Новгорода, которые начали чеканиться в 1420 году первая чеканка монет началась, вот на этих монетах странные изображения. Две фигуры. Одна сидит на троне, на престоле, а другая перед ней как бы колено преклоненное, в униженной позе. И что-то одна другой не то передает, не то принимает, это не очень понятно было. Оказалось, что прототипом этому изображению новгородских монет, а это изображение на протяжении всего в дальнейшем 15 века вплоть до падения Новгорода оставалось на монетах. Прототипом оказалось изображение на монетах Венеции, на которых святой Марк, покровитель Венеции, вручает дожу, колено преклоненную перед ним, символы власти. В десятых годах 15 века в Новгороде была проведена реформа государственной власти, которая очень приблизила порядки новгородского управления к тем порядкам, которые были в Венеции. И по-видимому, вот это сходство символов, заимствование символа из Венеции и даже в Новгород говорит о том, что вот это сходство было сознательным, что опыт государства, государственный опыт в Венецианской республике был притворен новгородцами в организации в власти в республике. Так что они сами новгородцы сознавали сходство с такими государствами, как Венеция и, наверное, Флоренция и ряд других государств близких по своему строю. Но есть и одно чрезвычайно важное отличие. Это, конечно, территориальный размах Новгорода. Если Дубровник вот так затиснув своими границами, он невелик, вот это маленький котелок, в котором, так сказать, человеческие страсти кипят, то Новгород это громадный котел, в котором притворяются страсти целых народностей внутри государства. Новгород и земля его неразделимы. Новгород без земли невозможен, земля без Новгорода невозможна. И когда мы копаем какую-то городскую усадьбу, новгородского боярина, то мы тысячу раз убеждаемся в том, что эта усадьба, помимо всего прочего, представляет собой главный центр переработки той сельскохозяйственной продукции, которая производилась на расстоянии 100, 200 и даже 500 и 600 километров от Новгорода. КОНЕЦ Говорит кандидат исторических наук Александр Степанович Хорошев. Здесь перед нами представлены все ярусы, которые прошли на сегодняшний момент. Верхний ярус, первый ярус, он датируется 1405 годом по дендродатам. И затем вот эти ступеньки, каждый ярус кончая 18-м ярусом, на котором сейчас мы стоим, дата 18-го яруса это 10-20-е годы 12-го века. Всего на этом участке города 27 ярусов мостовых, то есть еще нам предстоит 9 ярусов снять. И дата нижнего яруса 20-е 30-е годы 10-го века. Наиболее древнее археологическая дата, обнаруженная за 50 лет исследований в городе. Мы с вами находимся на территории Троицкого раскопа, который изучает культурные напластования на людином конце древнего Новгорода. Исследования этой площади начались в 1973 году и продолжаются в настоящее время. Здесь мы идем по пробойной улице, улица древнего Людина конца, которая шла от территории Кремля на юг к Старой Руссии. Сейчас исследования ведутся на уровне начала 12-го века. Определение дендродат мостовой позволит нам более точно сказать, какие годы был положен на стил пробойной улицы этого 18-го яруса. Рядом с площадью, которая занимала улица, располагались постройки и кварталы жилого Новгорода. Сейчас мы с вами спускаемся на площадь одной из таких жилых усадеб, которая заключена в перекрестке между пробойной улицей и Черницыной улицей, которая пересекала пробойную улицу. Жилая застройка представлена отдельными срубами, сейчас вскрывается три сруба, которые были соединены в единый комплекс на площади усадьбы. Этой семье принадлежали все четыре усадьбы, которые расположены по сторонам перекрестка пробойной и Черницыной улицы, богатая семья, и вот все никак не удавалось нам установить, а что же это за боярский род, что это за люди. Все попадались грамоты с оторванными именами адресатов или отправителей этих писем, и вот в этом году одна за другой стали нам встречаться грамоты, вот грамоты номер 600, в которой упоминается князь и посадник, посадник, вот уже для нас стало ясно, что на этой усадьбе жил один из руководителей новгородского государства, глава республики конца XII века, потом была найдена еще одна грамота, здесь у меня ее прорезь, она снова начиналась со слов посаднику, и здесь шел расчет, исчислялись суммы денег, которые князь и княгиня должны были вернуть посаднику за истраченные им деньги на погребение кого-то, и оказалось, что в Новгороде только в 1198 году были похороны в княженской семье, два маленьких княжища умерли, посадник организует эти похороны, несет расходы, а потом князь и княгиня ему их компенсируют, снова посадник, снова на этой усадьбе, но поскольку это слои 90-х годов до 12-го века, а в это время в Новгороде посадничал посадник Мирошко Незденич, самый знаменитый герой новгородской истории 12-го века, вот мы, нам стало понятно, что мы на его усадьбе находимся, и прошло несколько дней после того, как это предположение было высказано, была обнаружена грамота номер 603, и она начиналась словами от Смолигу, автор Смолига, к Грицинове, то есть Грищину к нашему, который был священником и художником, и Мирославу. Вот это имя Мирошки, Мирослава, оно здесь встретилось как имя адресата грамоты, то есть человека, жившего здесь, вот на этих усадьбах. Кто такой Мирошка Незденич? Это человек, который прославлен был в Новгороде, как действительно герой новгородской истории, потому что ведь это было время, когда на Руси самым сильным человеком был князь Севолк Большое Гнездо, знаменитый Суздальский князь. Он влиял тогда на всю Русь, все ему так или иначе подчинялись, кроме Новгорода. На Новгород он тоже пытался воздействовать, но вот Мирошка смело отправился в Суздаль к Севолду заявлять протест против его действий, за что был на три года посажен Севолдом в тюрьму, но за эти три года новгородцы настояли на том, чтобы им вернули их посадника и заодно, чтобы удовлетворили все требования новгородцев, и когда Мирошка вернулся в Новгород, его встречали как национального героя. Вот этот человек и ходил по этим дворам, жил в одном из этих дворов, ему принадлежали эти усадьбы, и на его земле жил художник Алисей Гречин. Мы довольно долго издалека подбирались к этому открытию. Раскопки на Троицком раскопе, это Софийская страна Новгорода, начались в 1973 году, и тогда же в 1973 году была найдена берестяная грамота номер 502. Вот в этой 502 грамоте было упомянуто имя Алисея Гречина, он был адресатом этой записки. В этой записке было сказано так, от Мирослава к Алисею Гречину. Вот сейчас войдет Гавка Палачанин, спроси у него, где он остановился. Ведь ты видел, как я Ивана схватил, поставил перед свидетелями, как ответит. Это записка написана во время судебного заседания, в котором могли участвовать только крупнейшие сановники Новгорода. Но ведь эта записка могла случайно оказаться на его усадьбе, поэтому мы искали подтверждение тому, что именно он там жил. И вот в 1977 году, спустя четыре года после первой находки, была найдена берестяная грамота, маленький ярлычок, на котором было только одно слово Гречин. Это ну как бы бандероль от посылки. Вот такие берестяные ярлыки прикреплялись к мешкам, корзинам, если нужно было послать кому-то что-то. А затем после этого была найдена вот эта берестяная грамота. Она имеет номер 549 с таким текстом. Поклон от попа Гречину. Ну Гречин поп и пишет ему поп сюжетов для переписки двух священников достаточно. Но вот какой сюжет возник в этом письме. Поклон от попа Гречину напиши мне шестокрыленые ангела два. Напиши мне двух шестокрылых ангелов наверх Деисуса. Деисус это иконостас. Наверх иконостаса. То есть разговор идет о заказе иконы для церкви, а не для дома. И целую тебя, а Бог замзнует, то есть Бог тебя вознаградит, или договорись обо всем. Потом еще одна христиная грамота, 558 тем же почерком, что и предыдущая. От Попа от Мины, тут Попа уже себя по имени назвал, его звали Мины, от Попа от Мины Гречино, будь сема, то есть будь здесь, к Петрову дню, с иконами с тремя. Это уже другой заказ, там было две иконы, здесь три. То, что Алексей Гречин был художником, подтвердилось многочисленными археологическими находками. Вот здесь на фотографии раскопки большого дома, который оказался художественной мастерской, иконописной мастерской. Здесь на другой фотографии мы предприняли небольшую реконструкцию этого комплекса. Так выглядела усадьба в его времена. И вот внутри этого дома, внутри этой мастерской обнаружены, во-первых, остатки различных красок, во-вторых, минералы, из которых эти краски приготовлялись. Состав его палитры нам сейчас хорошо известен, химически исследован. И кроме того, было найдено довольно много заготовок для икон небольшого размера, около 20 было таких заготовок. И вот когда эта мастерская была открыта, мы поняли, что мы имеем дело с крупным художником. А нужно сказать, что древнерусское искусство анонимно. Имена только трех художников называет новгородской летопись. Один из них самый поздний, всем известный Феофан Грек, гениальный художник древнерусский, другой Исаия, который работал в 14 веке, и еще один художник 90-х годов XII века, то есть того времени, которое нам особенно интересно. Его звали Гречин Петрович. До тех пор, пока мы не знали, что один и тот же человек был крупным священнослужителем и художником, никому, конечно, не могло прийти в голову отождествить вот этого художника, упомянутого под 1196 годом в летописи, с Гречином, который домогался быть новгородским архиепискому. Сейчас мы знаем, что это одно и то же лицо. И вот нужно думать, что, упоминая его имя в летописи, летописец руководствовался не слепым случаем, а руководствовался славой и талантом вот этого человека. И нам, естественно, сделалось очень важным поискать, какие же работы могли от него остаться до сегодняшнего дня. И вот эти поиски привели к гипотезе достаточно аргументированной и очень интересной, которая заключается вот в чем. Именно в 90-е годы XII века в Новгороде был создан один из самых крупных памятников древнерусской живописи. Были высказаны гипотезы, аргументированные, что, возможно, именно Алисей Гречин был главным мастером, расписывавшим во главе целой артиле мастеров самый выдающийся памятник до монгольского времени это комплекс живописи Спаснерезицына. Так что, если вот эта гипотеза правильна, то тем самым мы археологическим путем получаем возможность вернуть комплексу, выдающемуся комплексу древнерусской живописи имя ее главного творца. Если эта гипотеза не верна, то, во всяком случае, повторные находки такого же рода, вот как открытие мастерской Алисей Гречина открывает нам определенную перспективу в том, что такие поиски будут небезрезультатными. И я уверен, что в тех двадцати с лишним тысяч берестяных грамот, которые еще предоставили, наверное, не одно имя художника встретится, и пройдут годы, и мы будем знать о нашей истории средневековой в тысячу раз больше, чем мы знаем сегодня. Сейчас в этой части города исследовано 1800 квадратных метров, но перспективы вплоть до 90-го года у нас достаточно оптимистичные, потому что весь квартал этого города современного, он подлежит застройке первоочередной, и это дает нам возможность достаточно полно исследовать Людин конец с тем, чтобы потом дать сравнительные данные Людина конца, Неревского конца и Славянского конца Новгорода. Византийская золотая монета. Не знаю, мне кажется, что... с участка. Значит, пожалуйста, глубину, этикетку и все мне. Внутри сруба, который был раньше вскрыт, было обнаружено золотое трехбусинное височное кольцо. Находки золотых предметов достаточно редки в Новгороде, и этот экземпляр хорошего ювелирного производства позволяет нам изыскать новые возможности для изучения ювелирного производства именно местного. До этого чаще всего бытовало мнение, что ювелирное производство было на юге, а на севере были привозные вещи. Но вот находки последних лет как раз дают нам возможность вновь вернуться к этому вопросу и рассмотреть его уже с учетом этих новых находок. Как вы датируете те или иные слои, предметы? Насколько точна эта датировка? Датировка у нас, я бы сказал, предельно точна для определенных видов раскопанных нами объектов и менее точна для других, но все же отличаются повышенной точностью. Дело в том, что благодаря великолепной сохранности дерева, это касается и мелких изделий из дерева и крупных, то есть остатков домов, скажем, или уличных мостовых, стало возможным применить к датированию всех деревянных предметов крупномасштабных метод дендохронологии, то есть определение даты рубки дерева по годичному кольцу. Годичные кольца каждый год откладываются более толстыми или менее толстыми в зависимости от погодных условий, и рисунок, который создается на протяжении скажем 10-15 лет, он неповторим в другие эпохи, и поэтому составив шкалу движения климата за последние полторы тысячи лет, мы имеем возможность любой новый образец приложить к этому графику и найти место ему на графике, то есть определить точность до года, дату рубки бревен любого дома и любой древней мостовой, а поскольку вот эти комплексы дают нам определенный хронологический уровень, вот скажем, такой-то дом и такие-то мостовые построены скажем, в 1246 году, а выше лежащие мостовая и выше лежащие срубы построены допустим в 1273 году, значит между этими двумя датами заключены даты всех тех находок, которые оказались в прослойке между этими двумя уровнями. То есть это точная количественная методика? Точная методика, которая позволяет нам и берестяные грамоты датировать с точностью до 15, скажем, лет или до 20 лет, самые большие, а иногда сами обстоятельства, записанные в грамотах, позволяют датировать их с точностью до года. А даты бывают на них? Дат не бывает, даты не писали, но даты могут быть установлены иногда вот именно этими обстоятельствами. Ну, скажем, в одной из грамот шел разговор о том, что взяли мир на старой меже Юрия Князя, поскольку мы знаем, когда этот мир был взят, когда заключен был договор с Швецией и Норвегией, то, зная дату этого договора, мы датируем эту грамоту, которая расскажет об этом событии. Таких случаев немало. Новгородская феодальная республика предшествовала образованию московского государства, и это, что наш прямой родственник. Она не только предшествовала, она... В культурном плане еще имела колоссальное значение. Она является одной из двух главных составляющих, из которых возникло наше государство, потому что возникновение единого русского национального государства можно дозировать с предельной точностью. 1478 годом, когда при соединении Новгорода к Москве образовалось то единство, которое легло в основу нашего государства, мы от того объединения ведем историю своей государственности более поздней. А в этом смысле Новгород предшествовала еще 600 лет истории? Да, наверное, даже и больше. То есть это как раз полдороги, грубо говоря, 600 лет до Новгорода, до русского московского государства, и 600 лет еще в грудь веков. Примерно так. Только та более древняя дорога, она может оказаться и подлиннее, потому что пока мы самыми древними слоями считаем из того, что мы увидели, слои начала X века, но летпись говорит о Новгороде IX века, и мы не теряем надежды найти вот эти более ранние пласты. Но для этого необходимо обнаружить такой район города, который был самым древним, потому что город рос, он развивался, он сначала был маленьким, потом становился большим, и сейчас мы отыскиваем такие районы. но должен сказать вот о чем, что в поисках этих древнейших районов мы сейчас особенно и не торопимся, как это непарадоксально звучит, потому что еще одно важное действие, которое связано с успехами работ в Новгороде, состоит вот в чем. Начиная с конца 60-х годов, главная задача, которая была поставлена перед нами, и которую мы сами перед собой поставили, это задача охранная. Дело в том, что вот эти, эта насыщенность новгородского слоя и находками, и берестяными документами, я уже сказал, что больше 20 тысяч еще неоткрытых, заставляет каждый квадратный метр древнего города охранять с особой тщательностью, охранять мы можем только раскапывая, до 7,5 и даже до 8 метров бывает эта толщина. Так вот, Новгород живет сейчас жизнью современного областного города, в нем надо строить новые здания, нужно менять ветшающий фон, значит, старых зданий, там идет постоянная хозяйственная деятельность, которая может угрожать сохранности памятников, и наша задача сделать так, чтобы, не мешая этой хозяйственной деятельности, взять из почвы Новгорода все, что мы обязаны из нее взять. И сейчас мы строим свою работу в Новгороде таким образом, что работаем в пределах тех отводов, которые жизненно необходимы городу сегодня. Значит, мы могли бы идти в древнейший район города, в Кремль, но Кремль это заповедник, ему сегодня ничто не угрожает, его могут исследовать и те, кто придут за нами на эти раскопки. А сейчас для нас самая главная задача спасать древности, и поэтому главные работы ведутся там, где им действительно существует реальная угроза уничтожения, которую отвратить можно только раскопками. Вот передо мной последняя наша берестяная грамота, найденная дней 10-12 тому назад в Новгороде, она получила номер 612, 612 грамот на сегодняшний день открыта. Две строчки, пожалуйста, две строчки, на которых жалкие обломки слов. Найдена она при весьма любопытных обстоятельствах. Житель города Новгорода Владимир Алексеевич Челноков нашел ее в своей квартире в цветочном горшке. Значит, он пересаживал цветок из одного горшка в другой и, отрезая корни, значит, вот обнаружил кусочек бересты, который из земли вывалился. Сколько лет ему? Ему 600 лет этому кусочку. Ну, естественно, были наведены справки, откуда взята земля в этот горшок. Оказалось, что два года за му назад он эту землю взял в оранжерее городской, это же питомники, а в городской оранжерее привозят землю с мест различных земляных работ, вот там, где окопают какую-либо траншею, вот, или закладывают котлованы какие-то небольшие. И, к сожалению, как вы видите, не все оказывается в поле зрения археолога. Вот. Иногда древний предмет переносится с присущего места, вот, из контекста своего оказывается он вырванным, вот, и обнаруживается в тех условиях, которые ничего, так сказать, не могут дать историку для осмысления этого предмета. Вот. может быть, в дальнейшем и можно было бы называть такие случайные находки, случайные открытия находками в цветочном горшке. Но он все-таки понял, что это берестяная грамота. Да, конечно. В этом отношении, я должен это особо об этом сказать, нужно заметить, что, в общем, культура современного новгородца, который знает хорошо о берестяных грамотах, о роли археологии, в познании истории, о древности своего города. Вот. Современный новгородец это активный корреспондент и активист музея. Потому что постоянно, каждый день, буквально, в музей приходят люди, которые приносят найденные случайно древние вещи, вот, и неоднократные берестяные грамоты, даже не такие маленькие обрывочки, но и большие цельные грамоты поступали в музей вот из этих, к сожалению, случайных находок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Валентин Лавренович, а вот вы сказали, что новгородцы хорошо знают о том, что делается в вашей экспедиции в тех замечательных открытиях, которые сделаны вашим коллективом. А как идет речь о более широкой пропаганде этих результатов? Где интересующийся человек может увидеть эти вещи, прочесть о них? По-моему, мы недостаточно рассказываем об этих замечательных открытиях. Так, ну, во-первых, конечно не только новгородцы видят раскопки и эти вещи, потому что каждый год в ходе наших работ идет непрерывный поток экскурсантов. Новгород посещает много туристов и все, кто в нем бывает, в нем раскопы не проходят и все это получают объяснение. Затем, значит, мы пытаемся пропагандировать эти находки в широкой печати. И популярные книги. Вот сегодня вы рассказываете. Да, и телевидение, и радио, значит, это все средства, значит, приобщить людей к этим знаниям. Но, разумеется, все главное сконтентировано в самом Новгороде. Там есть музей? Там есть музей, великолепный музей, в котором создана новая экспозиция по истории древнерусского города и по характеристике, значит, его быта на основе вот этих материалов археологических раскопок. Ведь мы за все годы, за 50 лет свыше 120 тысяч индивидуальных находок обнаружили, которые вот имеют право лежать в музейных витринах. И там выдающаяся выставка. Это не только наше представление о ней, но это и отзывы тех специалистов из-за рубежа, которые бывают в Новгороде, которые видят эти музеи и говорят не с чем сравнить эту экспозицию, настолько она полнопровная. Но, конечно, масштабы вот этой пропаганды крайне недостаточны. И вот одним из способов улучшить ее мне представляется то решение, которое было принято недавно Президиумом Общества охраны памятников РСФСР и Министерством культуры РСФСР об организации большой выставки под названием Открытие Древнего Новгорода 50 лет этого открытия археологами, искусствоведами, реставраторами на этой выставке должно пристать открытие выставки в начале будущего года в Ленинграде, в Манеже. Затем эта выставка может быть показана в Москве, она может быть показана и не только в СССР, но и в других странах. Она сейчас организуется. Мы надеемся, что в начале будущего года очень многие люди смогут ее посетить в Ленинграде. Большое вам спасибо. Мне кажется, сегодня Валентин Лавренчевец рассказал нам исключительно интересные вещи. И действительно, мы на основе такого рассказа можем лучше представить себе масштаб как временной, так и пространственной нашей истории. Недарм Новгород назывался великим, и сегодня его величие, я думаю, мы почувствовали в таком новом разрезе данного руководителя нашего крупного научного коллектива, раскапывающего этот уникальный центр мировой культуры. Большое вам спасибо, Валентин Лавренович. Спасибо вам. Я думаю, что, может быть, мы когда-нибудь еще раз встретимся и вернемся к таким давним страницам нашей истории. Валентин Лавренович В программе «Очевидное и невероятное» был показан фрагмент из фильма «Славный город Новгород» творческое объединение экрана. Над передачей работали редактор Лев Николаев, режиссер Руслан Заварзин, ассистент режиссера Сергей Савушкин, кинооператор Владимир Милетин, администратор Надежда Родионова. Производство главной редакции кинопрограммы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова